Мощный состав, который мчится по ЖД путям. Громче, разве что самолет. Казалось бы, как его не заметить. Увы, случаи травмирования под колесами поезда происходят куда чаще, чем может показаться. Особенно показательным в Бобруйске стал прошлый год. Два человека погибли, один пострадал. Первый инцидент произошел в мае на станции Киселевичи. Учащийся колледжа ехал на велосипеде. Музыка в наушниках заглушила свето-звуковой сигнал. Максимальная скорость грузового поезда – 90 км в час. Штадлер и вовсе достигает 160. Выжить при прямом столкновении попросту невозможно. А если машинист и заметит впереди человека, остановиться не успеет. Тормозной путь состава больше километра. Самые травмоопасные участки – перегоны Березина-Бобруйск и Бобруйск-Мирадина. А также улицы Бахарова, Пушкина, Социалистическая, Карла Маркса и станция Киселевичи. Правоохранители постоянно проводят рейды вблизи железнодорожных переходов и переездов. Пассажирам напоминают, в большинстве несчастных случаев всему виной спешка. Попытка сэкономить пару секунд порой заканчивается плачевно. Так стоит ли? Уважаемые пешеходы, при переходе железной дороги необходимо переходить по пешеходному переходу, убедиться в том, что нету приближающегося поезда, а также ориентироваться на сигналы семафоров. За прошлый год на территории города Бобруйска пресечено 198 нарушений при проезде железнодорожных переездов. За 2022 в стране пострадали семеро несовершеннолетних, трое погибли. Нередко дети ради забавы кладут посторонние предметы на рельсы, из-за чего уже дважды в этом году пришлось использовать экстренное торможение. Порой подростков ловят под вагонами, некоторые и вовсе пробуют себя в роли зацеперов, а это смертельно опасно. Только над железнодорожными путями участка Осипович и Жлобин напряжение контактной сети 27,5 тысяч вольт. И здесь задача взрослых – показывать правильный пример. Если же через переезд машина едет заглохо, быстренько навстречу поезда бежать. Как надо переходить, посмотреть направо, налево, если мигает, надо стоять, жать, посмотреть, потом переходить. Потому что дети в наушниках ходят, капюшонах не смотрят. Я и то боюсь, когда идет дизель, я встану подальше, чтобы оно не затянуло. Воздухом можно стянуть. В прошлом году в Бобруске к ответственности привлечено 122 человека. Все пытались перейти пути в необорудованных для этого местах. Штраф за нарушение до 74 рублей. Но даже при постоянной работе правоохранителей люди часто забывают. Пренебрежение правилами на ЖД путях – эта дорога в один конец.